Добрый вечер! Мы хотели поговорить сегодня о празднике Шаворта. Если задать вопрос, что же мы празднуем в этот день, то любому человеку первое, что придет в голову, это то, что мы празднуем день получения Торы. В этот день получили Тору, и в память об этом мы празднуем. На самом деле на такое ответить несколько вопросов. Во-первых, написано в море Масеха-Шаббат, что Машир Абенов в тот год добавил один день от себя. То есть мы получили Тору на самом деле на один день позже. Это известный вопрос, который спрашивает Магенавром Шоханарухе. Второй вопрос. На самом деле Тора, которая у нас сегодня в руках, она связана со вторыми скрижалями. Первые скрижали, символ получения Торы, были разбиты в стоп, мы совершили грех Золотого Тельца. Потом прошло несколько месяцев, и в Йом-Кипур Мойшир Абенов получил вторые скрижали. Именно эти скрижали являются силами нашей Торы. И так написано в Раше, на всех страницах, на страничке 26 бет. Там мы разбираем стих Шираширем, который написан на Йом-Симхат-Либо, Йом-Хат-Ануто, день его свадьбы. Говорит Мора, что это день получения Торы. Пишет Раше, а именно, Йом-Кипур, в котором получили вторые скрижали. То есть гораздо разумнее было бы праздновать получение Торы в Йом-Кипур, так как это актуально Тора. То есть у нас сегодня в руках. Наши учили учат нас, что есть принципиальная разница между Торой, которая бы училась, если бы у нас остались первые скрижали, и той Торой, которая сегодня у нас в руках. Понятно, не дай Бог, что нет никакой разницы между Торой. Тора всегда одна. Но способ изучения ее отличается. Так что же мы на самом деле празднуем? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, вначале нужно понять, что такое время. В книге Датву Нот Рамхаль говорит, что все творение создано для того, чтобы раскрыть Единство Всевышнего. То есть на самом деле вся история со всеми ее подробностями, мельчайшими подробностями, нужна для того, чтобы в конце концов через это все раскрылось Единство Всевышнего. Мы понимаем оттуда, что есть такое понятие, как называть Единство Всевышнего. И чтобы его можно было постичь, оно разложено во времени. То есть время – это определенные рамки, которые раскрываются в духовной реальности. Просто грубый пример этому. Можно сложить гранированный бриллиант. Для того, чтобы с ним хорошо познакомиться, нужно посмотреть каждый его грань. После того, как мы ознакомимся со всеми гранями, может появиться представление об этом камне, что он стоит и что это такое. Время имеет годичную периодичность. В самом слове шана уже заложено это значение. Шана на иврите означает повторение. То есть каждый год является как бы повторением предыдущего. Чтобы понять, в чем здесь говорится, я приведу пример с призмой. Призма, она раскладывает белый свет на спектр. Если свет будет меняться, то понятно, что изображение после призмы тоже будет меняться, но всегда определенные частоты будут появляться в том же самом месте. То есть красный всегда будет на красном, голубой на голубой, желтый на желтом. В то же самое время Творец мира раскрывает определенную духовную реальность. Во времени, в том числе и в году. Год имеет начало, логическое завершение. И как в нашем примере с призмой, в каждый соответствующий день раскрывается определенный аспект этого реальности. То есть получается, что если Шавот, это день, когда мы должны были получить Тору, так приказал Всевышний Машер, как бы им в тот год забывал что-то от себя. Это значит, что в этот год, в этот день происходят определенные духовные процессы, которые связаны с получением Торы. И соответственно, как любые митьеводы, которые связаны со временем, мы должны, соответственно, реагировать, адекватно реагировать на происходящее наверху. То есть наше празднование, праздник и Шавот – это адекватная реакция на духовные процессы, которые происходят в этот день. Подобно тому, как мы это делаем в Песах. Все читали о году на Песах. И там написано, что человек обязан видеть себя, как будто бы он вышел в этот год из Египта. Да, Раши приводит Медраж о том, что когда ангелы пришли к Лоту, то Лот кушал Мацу. Вроде бы Медраж очень понятен. Евреи еще не вышли из Египта. Мацу мы кушаем в памяти о том, что евреи вышли из Египта. На самом деле, как я уже сказал, митьевод, связанный со временем, это адекватная реакция на происходящее событие. Просто, когда совпадают все необходимые данные, то события происходят. А на самом деле, в самом времени уже заложен потенциал того, что должно произойти. То же самое в Шивот. Шивот – это день, который предназначен для получения Торы. И каждый год опять происходит то же самое духовное, подобное духовное влияние, которое мы должны воспринять в этот день и распространить его на весь год. Это Шивот. Теперь нужно понять другого вопроса. Что же на самом деле произошло? Что такое получение Торы? В чем здесь говорится? Наши члены нам объясняют, что на самом деле все творение устроено по принципу дерева. От корней к разветвлению в более подробном раскрытии. Так вот, Тора, она является корнем творения. Что это значит? Наверняка все слышали различные мидрошимы, которые рассказывали о том, что Тора являлась тем планом, по которому Всевышний создал мир. Эти мидрошимы не очень понятны. Потому что на самом деле Всевышний, слава Богу, не стадает в отсутствии памяти. Зачем им нужен план? Книги по греческой этике они приводят в зор, который говорит о том, что Всевышний смотрит на Тору и создает мир. Это тоже недостаточно понятно. То есть меняют наши учителя, что имеется в виду, что весь мир является только проектом, раскрытием Тора. То, как выглядит Тора, так выглядит мир. Мы дальше объясним, что это значит. Пока что мы только скажем одно, что Тора является корнем мира, и весь мир является раскрытием Торы. С другой стороны, наши учителя объясняют, что весь мир он создан по принципу причинно-следственных связей. То есть, все, что было задумано раньше, оно является причиной. Все остальное, которое необходимо для того, чтобы осуществить задуманное прежде, является последствием. То есть, первая причина – это корень, а то, что из этого вытекает, это уже порождение, то, что выходит из этого корня. Так вот, говорят, Медрошин, говорят, все, Балимы, Сар, наверняка, каждый из наших, слушайте, здесь это слышал, что человек является целью творения. Всевышний, как известно, создал все творения для того, чтобы сделать добро человеку. Всевышний желал делать добро, и он создал человеку, который получит это добро. То есть, все творение создано для человека. Это общеизвестная вещь. Из того, что сказал перед этим. Получается, что человек – он тоже корень творения, раз все творение создано для него. И так, есть общий корень творения. Тойра – человек. В дальнейшем, может быть, успеем написать на уроке, вместо человека остались евреи, потому что другие народы отказались принять Тору. И Зор говорит про это, что Всевышний, Тора и еврейский народ – одно и то же. Итак, на что это похоже? Похоже на мужа и жену. Все наверняка слышали, как говорят на свадьбах, что муж и жена – это одна душа, а мы видим два разных тела. Все очень просто. Они имеют общий духовный корень, который потом разделся на двое, на мужскую и женскую половину. То же самое здесь. То, что в корне было единым, все разделилось. Есть Тора, есть человек, который должен принять Тору. Поэтому не должно смущать зрителей, что вроде бы это две разных вещи. В корне они связаны. Теперь нужно понять другой вопрос. Если это правильно, то для чего так это сложно создано? Почему вообще Всевышний создал Тору? Почему нужно, чтобы это было одним корнем? Почему все это нужно? Для этого нужно понять важную вещь. Для чего нужен митцвот? Для чего нужно такое понятие, как служба Всевышнего? На этот вопрос отвечаем каждое утро в молитве. Мы говорим там такие слова, в шахарит, утром. Мы говорим «Тов и отцарка водди шмо». Я имею в виду слова первого благословения перед телесом. Эти слова мало кому понятны. «Тов и отцарка водди шмо» обозначает «желающий делать добро, создав понятие славы своего имени». Не знаю, много людей задумываются в этих словах. Что это значит? Обозначает это следующее, что Всевышний, который желает сделать добро, хотел дать нам полную награду. Полную награду нужно заслужить. Возможно, заслужить есть только в одном случае, как из понятия славы. Только тогда нужен второй, который может не давать славу, он ее даст. И тогда он сможет заработать награду. То есть Всевышний для того, чтобы дать нам полную награду, создал понятие славы. Для чего нам нужна награда, которую нужно заработать? Почему Всевышний мог дать подарок? Тоже понятно Во-первых, человек, который получает подарок, он смущается Я говорю про нормальных людей Он смущается, он чувствует чувство стыда, что он берет подарки И еще более веская причина Мы же говорим о существовании, которое будет длиться вечно И никто не обещал, что это будет длиться вечно, правильно? То есть Всевышний дает каждый день новый подарок Человек может быть бояться, что вдруг завтра это закончится Всевышний ничем не обязан Поэтому для того, чтобы награда была полной Всевышний захотел, чтобы мы ее заработали Чтобы она пришла в виде награды, а не простого подаренного удовольствия Это сделал, как я уже сказал Он создал понятие славы своего имени То есть есть понятие воли Творца Можно ее выполнять, можно ее не выполнять Тот, кто выполняет волю, дает честь свою Тот, кто не выполняет волю, он делает противоположное действие На самом деле, написано в Пасаке, Мишняк говорится Что Всевышний все, что он создал, создал за своего имени То есть на самом деле не будет такого, не дай Бог Что станет что-то, что не воздаст честь Творцу Просто возможно сделать это разными способами Будет кто-то, кто выполняет волю Творца, праведник Он получит награду за то, что он выполнял Будет кто-то другой Кто, не дай Бог, будет делать обратное И он получит наказание за то, что не выполнял волю Всевышнего То есть Творец все равно получит славу Представьте себе, что на Красной площади Полю стенку разина И все кричат Слава Царю Есть третий вариант Который дан По милосердию Всевышнего Это чува То есть тот, кто, не дай Бог, не выполнял волю Всевышнего Он вернется к Царю и скажет Всевышний, прости меня, был неправ Я бы нарушал твою волю В любом случае, как бы там ни было, Всевышний создал понятие воли своего имени Но в конце концов, все творение воздаст ему славу Другого варианта нет И это создано для того, чтобы могли заработать полную награду Для этого и создано митцвот Заповеди запрещающие, заповеди проверяющие Мишнапер Киевот говорит Награда митцвы – это митцва Награда за преступление – это преступление Это грех Объясняет Аризарь Очень интересная вещь Что имеется в виду следующее В том числе следующее Что волю Всевышнего наградить Поэтому тот, кто выполняет волю Всевышнего митцву Это само по себе митцва Потому что он дает возможность Всевышнего наградить Схар митцва Награда за митцву Это само по себе митцва Получить эту награду Это с одной стороны Другой стороны, наоборот Всевышний очень не хочет нас наказывать Наказание за грех Это само по себе грех то ставится и выясняется, и наказается само по себе грех то есть всеми свод вся отвергана для того, чтобы мы могли чтобы мы имели возможность получить полную награду однако, нужно задать вопрос очень простой, секундочку мы не говорим про награду, а не про подарки, правильно? я сказал, что для этого создана всеми свод если мы получаем за конечное действие бесконечную награду, не очень пахнет как награда, правильно? давай я приведу пример написано в гморе что награды за митву в этом мире нет объясняют комментаторы, что имеется ввиду что вся награда все удовольствия всех 6 тысяч лет, которые будут существовать в мире всех-всех-всех людей в этом мире их сложить вместе это недостаточно того, чтобы ощутить удовольствие, которое получит человек за выполнение одной митвы например, человек сказал амэн после брахи после богословения он получит сумасшедшую награду неужели эта награда является является воздаянием за слово амэн? это не подарок? да? спросите у человека за, наверное, за один шекель за полдоллара можно договориться и негр или другой русский будут евреи тоже самое будут кричать амэн после каждого брахи и хочешь после каждого слова вот а мы получим бесконечную награду больше чем миллион больше чем миллиард больше чем все, что можно себе представить как же это называть наградой? это подарок правильно? на самом деле вопрос составлен правильно а ответ нужно понять вообще тема награда и наказание это очень важная тема да один из тринадцати основ веры это верить в наказание и в награду вот это одна из самых сильнейших движущих сил человеческого развития Баралей Мусаб люди которые обучали нас правильной жизни в рамках еврейства они приводили много примеров гмары которые доказывают что даже самые-самые большие люди они воспитывают себя именно тем что напоминают себе про награду и про наказание например гмара приводит к примеру одного из амурай мудрецов Талмуда который раз в месяц заканчив всю Тору и он кричал радуйся моя душа до тебя учил до тебя повторял спрашивает мы рады себя он повторял весь мир стоит в его заслугу как ты можешь делать ведь известно что ты учит Тору он поддерживает только себя он поддерживает весь мир весь мир получает от него удовольствие как ты можешь сказать что он делает это для себя я говорю гмара это правильно но то что человек делает изначально он делает для себя то есть человек должен был тебе напоминать каждый раз что радуйся ты получишь большую награду за то что ты учил Мы говорим про очень больших людей И так поднять эту тему это очень-очень важно Для того, чтобы мы могли подняться духовно Так давайте разберемся На самом деле, если мы говорим о том, что нам оплачивают нашу службу То ответа на этот вопрос нет Наши детства не могут стоить бесконечности Конечно, детство не может стоить бесконечности, это не цена То есть все остальное, это просто дано в подарок А мы говорим, что мясо отданы для того, чтобы могли заслужить награду Чтобы понять немножко, как это происходит, мы приведем пример Представим себе, что человек шел по дороге, нашел кусок серебра По всем признакам было видно, что кусок хроничейный Хозяин, которого потерял уже давно, отчаялся Он взял себя домой и сделал из него прекрасный кубок И вот в один прекрасный день приходит хозяин и говорит Знаешь, дорогой еврей, ты правильно подумал Ты имел право взять его себе На самом деле, это была ошибка Я был за границей, мой сын взял этот кусочек серебра Пошел с ним гулять и выпустил, а я об этом не знал То есть, когда ты его нашел, еще не было отчаяния Соответственно, я остался хозяином Кому принадлежит теперь кубок? Селебро, по всем мнениям, принадлежит хозяину Принадлежала хозяину Из него сделал кубок Кубок это не селебро, он стоит гораздо дороже Кому принадлежит кубок? Мы сейчас не будем ходить Спор о том, кто получит кубок А кто получит стоимость того, что ему принадлежит Это техническое решение вопроса На самом деле, принципиальный ответ Наключается в том Что оба не являются владельцами этого кубка Хозяину серебра принадлежит стоимость серебра Тот, кто сделал кубок Принадлежит Тот, насколько это серебро стало дороже На языке говорит, называется Уманку не бешвахкли Мастер, он приобретает То, на что предмет стал лучше То есть они оба совладельцы Предположим, если мы говорим о доме Например, человек нашел бесхозный участок земли Как он думал, построил дом И опять случилось то же самое То тот, кто построил дом Его доля в этом участке земли вместе с домом Так как дом тоже считается недвижимостью Будет то, насколько этот участок подорожал А начальность стоимость участка Принадлежит хозяину участка Теперь, если дом подорожает То они оба заработают То же самое Можно сказать и про Творца Для того, чтобы мы смогли заработать Нашу награду Всевышний дал нам возможность Изменять творение Именно для этого Нужно было, чтобы мы имели общий корень с творением То есть мы изменяем Мы От нас зависит, как выглядит Тора А дальше, соответственно, этому Меняется творение Что я хочу сказать Я хочу сказать следующую большую вещь Что в день получения Торы Мы обратно слились и стали с Торой Одним целым, единым корнем Как говорит тот Зор, про который я упоминал Да, помните? Я сказал, что Зор говорит Куча Бриху Всевышний Исраэль Ивреи Илрайта Тора Хадов Это одно и то же Или они вместе Крайне сказать, они вместе Да? То есть Во время получения Торы Мы слились с Торой в одно целое Мы поднялись на высочайшем духовным корням Ура, в Шаббат Когда рассказывали о получении Торы Она говорит, что Из нас во время получения Торы Ушла вся духовная грязь Объясняют комментаторы Что мы поднялись на духовный уровень Первого человека до греха Если бы не грех был, то Мы бы там остались К сожалению, мы упали На самом деле Это заложено в самом имени Исраэль Име Исраэль Это же заложено в том, что у нас есть глубокая Непосредственная связь с Торой Я уже сказал Нужно для того, чтобы мы могли Изменить само Творение И тогда Улучшив его Мы получим Свою долю А именно Мы будем Свободельцами Творения Ни много, ни мало И так как Творение Будет существовать вечно То и награда Будет вечной Так как Творение Как нам передали Наши Учителя Постоянно будет улучшаться То есть, соответственно Наша награда Будет постоянно увеличиваться Всевышний Постарается Чтобы мы могли Воспринимать эту награду То есть, мы тоже Будем изменяться Так, что мы сможем Воспринимать Ту усиливающуюся награду Которую Мы будем получать Да? Кстати говоря Теперь можно понять Известный факт Что наказание на грех Оно не бесконечно Да? Написано в Гмале Что наказание Подлецов в геноме Максимум год Это очень просто Творение устроено так Я сказал, что в конце концов Оно будет без недостатков Оно все будет говорить Про славу Всевышнего Оно все будет говорить Про единство Всевышнего То есть, грехи Не останутся навечно Точнее говоря Последствия грехов Не останутся навечно И соответственно Наказание не должно быть вечным Наоборот То, что мы улучшим Оно будет существовать всегда Оно будет давать свои плоды Оно будет развиваться дальше Как я сказал Про творение Оно будет развиваться дальше И улучшаться И в этом будет наш вклад Поэтому Наша награда Оно будет вечной Оно будет уже расти Между прочим Между прочим Можно понять Еще одни слова Гмара Если так Гмара Гмара говорит Одну неприятную вещь Если человек Не выполнил Митсвад Ассе Если он мог Что-то улучшить Не улучшил Про это сказано Что Митсвад Ившаридко Что Испорчено Невозможно Починить Мы все это понимаем Потому что То, что неисправим Мы исправим Ившний сам Но этого нам Уже будет не хватать И это будет чувствоваться Все время Теперь я хочу понять Исторически Как получилось Что Мы должны были Получить Тору заново Мы же сказали Что Первый человек Он был связан с Торой Так как Первый человек Он причина Сотворения мира То есть он корень Творения И он был связан с Торой Так Расскажем Расскажем Немножко историю В этом аспекте Да Первый человек Он Был связан с Торой Но, естественно Он согрешил Постепенно В следующие поколения Они продолжали грешить До такой степени Что написано В Медраши Что к поколению потопа Всевышний опять Крятил до Тору То есть связь с Торой Прекратилась Единственное Что знало Тору Это Нох После Ноха Пришло Весь поколение Которые опять Гренили Всевышнего Как написано Мишне Паркиавод И они продолжали Ухудшать ситуацию В мире До такой степени Что сила зла Была настолько Высока Что связь с Торой Практически прекратилась Были отдельные личности Которые еще знали Тору Которые как-то учили Но в общем-то В мире Тора не было Пока не пришел Наш праотец Авраам И не решил Справить весь мир Про Авраама Написано Очень интересная вещь Мишне Паркиавод Написано Что 10 поколений Были между Нохом и Авраамом И все они Гневили Творца Пока не пришел Авраам И не получил Награду за всех Совершенно непонятно Думаю Человек Должен Разгнеть руками Что значит Какую награду Написано Что они Гневили Творца Какая награда Полагается Какую награду Получили они Которую Должны были получить Которую получил Потом Авраам За них Так мы пытаемся Сегодня объяснить Это вроде бы Становится более понятно На самом деле Награда была Уготовлена Для всего человечества И они должны были Это сделать Они отказались Это получить Они Приходили Гневили Творца Пока не пришел Авраам И не решили Справиться Человечество То есть Авраам Понял Что мир У мира есть Творец Когда он понял Что мир есть Творец То Он явно понял Что творится Этот мир Для того Чтобы сделать добро Это очевидно Все всегда Начинается с добра И тогда он решил Справиться с миром Соответственно Получить всю награду На самом деле Он своего достигнет Мы знаем Что в конце концов Мир будет исправлен Придет на шиях Раскроется Слава Всевышнего То есть То что Авраам Хотел Но будет в конце концов Достигнуто Будет исправлен Мир И человечество Получит всю ту награду Которую Должно было получить Кому он должна Продлежать Авраам Авраам был тот Кто взял на плечи Эту работу И соответственно Это сделал Да Поэтому он получит Награду Всех тех поколений Которые должны были Быть соучастниками Авраама И которые отказались Это делать Значит После Авраама Продолжил работать Исхак Исхак Он уже знал От отца Ничего Что там Мир Он знал Что есть Всевышний Тем не менее Он назывался Про отец То есть Он тоже Внес свою лепту В развитие истории То есть Это был Яков Известно У Исхака Было два сына Но Исхак Отказался От выполнения Своей роли Если мы задумаемся Моразный Дарим Говорит Что Исхак Называется Исраэль Мумар Исраэль Мумар Означает Еврея Который Ушел от еврейства Да То есть В потенциале Исхак был Исраэль Только он изменил То что евреи Сегодня Даже когда Не дай бог Они изменяют Свою веру И становятся Похожим На другие народы Они не теряют Еврейство Что это сделал Яков Когда Яков Победил до конца Ангела Исава И ангел Потом всевышно Назвали его Исраэль После этого Было исправлено То что было исправлено И после этого Дети Якова Не могут стать Неевреями До этого Это было возможно Исав стал Неевреем Но в потенциале Потенциальным Был Исраэль Он был евреем Как и Яков Якова Пришлось купить Своё первородство Эрик Первородство Исава Возвали на себя Не только Свою задачу Но и задачу Исава В том числе Кстати говоря Он купил И долю Исава Судерженской половины Он купил Лею О чем он видимо Не знал Да Вы знаете Известный Медраж Который Говорит о том Что соседи Говорили Что Лея Должна Принажать Исаву И она плакала В результате Она заслужила Того Что досталось Яков И Яков В конечном итоге Взял на себя Эту работу Продолжить Дело Авраама По исправлению Всего мира Объясняют Различные Комментаторы Что Только Про отцов Было недостаточно Должен быть Целый народ Который Будет Выполнять Волю Всевышнего Пойдет Правильной Дорогой До того Чтобы Справить Весь мир Поэтому Всевышний Спустил Якова С новьями В Египет И там Они пробыли В изгнании Прошли Мучения Которые Называются На языке Мудрецов На языке Писания Курбарзель Плавильная Печь Для того Чтобы через Страдания Через работу Убрать Зло Которое Было Закринено В их душах И в конце Концов Вышло Поколение Евреев Которые Были способны Получить Тору Да И после Выхода Из Египта Через 49 дней На самом деле Тяжелых Дней Дней Полных Духовной Работы Евреи До счета Такого Уровня Что были Способны Воспринять Тору Что значит Воспринять Тору Мы уже Сказали Когда евреи Прошли на гору Синай Они стали Единым Целым Одни Поднялись На сумасшедший Духовный Уровень Который Наши Мудрецы Говорят Что духовный Уровень Первого Человека До Греха И Слились С Тором В Единое Целое Хотя Потом Произошло То Что Произошло Произошел Грех Золотого Тельца Про Который Говорят Наши Учителя Что Мы Подобие Вторая Версия Греха С Запретным Плодом Они Говорят Больше Что Они Говорят Эрэврав Взброт Эрэврав Гематрия Человек Значение Дат Это Намек На Этс Дат Дерево Познания Добра Изглав И Как И Первому Человеку Искуситель Прошел Снаружи Говорит Рамбан Что Эрэврав Они Не получали Тору Они Были Снаружи Они Не получали Тору Соответственно Ненавидели Моя Шарабейна И Потом Они Пришли И Стали Уговаривать Евреев И Добились Того Что Евреи Согрешили Золотым Чельцом И Тогда Точно Так же Как И При Грехе Первого Человека Внутрь Человека Вошло Зло Подобно Этому С нами Смешался Эрэврав И Теперь В нашей Душе Есть Добро Зло Есть Возможность Не дай Бог Стать Неевреем Как мы Все Хорошо Наверное Знаем Да Есть Наоборот Возможность Того Кто ведется Совершенно Как нееврей Вдруг Вернуться Обратно Потому Что Все Мы Смешаны Все Наши Наши Души Смешаны У нас Есть Часть От Эрэврав Есть Часть От Чистого Еврейства Понятно Что Сегодня Невозможно Знать Куда Продолжить Как я Сказал Укаживая Свои Части Известно В сказках Харцхайма Который Говорил Про Евсековцев Что Мне Сто Процентов Понятно Что Они Амалек Это В сказке Приводит Рухон Ватерман В книжке Кота Демашиха Вот И Объяснение То, что я Сказал Что В нас Вошел Эрэврав Эрэврав У него есть Качество Всех Нужных Народов В кавычках В том числе Среди них Есть Амалеки Вот Тем не менее Тем не менее Мушерабейн Он Не был Причастен К греху Мушерабейн Который Получил За нас Тору Он Не был Причастен К греху И Он Получил Старые Скрижали И Если Мы Обратим Внимание То Заметим Очень Интересную Вещь Что Когда Мы Получали Первые Скрижали То Первые Завтра Мы Слышали Сами Потом Попросили Моисе Чтобы Он Слушал Всевышнего А Мы Постоим В стороне Старые Скрижали Мы Получали Без Него То Есть Виден Очень Интересный Факт Что Если Были Первые Скрижали Мы Все Были Непосредственно Связаны С Торой После Торой Скрижали Наш Торой Торат Моше То есть Мы Связаны С Торой Через Моше Робейна Моше Робейна Получатель Тора Моше Робейна Он Он Тот Кто Не Согрешил Золотым Тельцом Он Тот Кто Остался Без Греха Зато С Тот Я Веду Он Тот Чью Могилу Никто Не Знает Могил Его Нет Это Единственный Человек Которого Мы Знаем У Которого После Смерти Не Было Тумат Мед Не Было Нечистоты Мертвого Моше Робейна Остался На Том Кстати Говоря Когда Мы Получили Тору На Галисинай Написано В Гмале Масаха Шаббат В той же Гмале Где Рассказывается Про получение Торы Родился Настоящий Антисемитизм Понятно Что Все Различные Мыслящие Люди Ищут Рациональное Объяснение Антисемитизма Все теории Честно говоря Не очень логичны На все теории Есть многие вопросы Да В Германии Время В Германии В средние века Евреи были очень богаты Их ненавидели В Испании Евреи были очень богаты Их ненавидели В Йемене Евреи были очень бедны Их тоже ненавидели В Литве Большинство Евреи были ужасно бедны Их тоже ненавидели На Украине Как известно Евреи были очень бедны Их тоже ненавидели Искать Национальное Объяснение Антисемитизма Очень сложно Умарана говорит тайну антисемитизма почему Гарана Синай называется Синай потому что спустилась Сина в мир, ненависть в мир что это значит? очень просто когда Всевышний предложил всем народам принять Тору и не отказались а еврейский народ принял Тору получилось, что все то добро, которое приготовил Всевышний за человечество оно теперь предназначено только нам а все народы они получились такой возможности с того дня единственный способ получить эту награду это принять Геор стать евреем на самом деле принять Геор очень похоже принятие Геор очень похоже на то что с нами произошло и мудрецы в трактате Ивамот они учат законы Геор из того из тех событий которые происходили все время при получении Тора если не евреи принимают Геор то после этого он становится полноправным временем и имеет свою долю в Торе я скажу больше того что это похоже на прививание ветки к дереву да этот пример я не придумал себя этот пример написан в книжках точно так же как ветка она если ее удачно посадить она может изменить все дерево так и не евреи они могут стать настолько интегральной частью еврейского народа что окажется влияние на весь еврейский народ один из примеров это можно Шамай Афтальон Шамай Афтальон они были Гдулея Дор самыми великими людьми поколения учителями Гелеля учителями Гелеля и вся-вся-вся Тора которая у нас сегодня в руках она прошла через них они являются цепочкой звенепередачи Торы чтобы было без них не страшно подумать конечно были бы и другие люди но в любом случае сегодня вся Тора которая у нас в руках она прошла через них мы должны быть им благодарны что мы имеем Тору который у нас сегодня в руках но другого пути остаться принадлежащим своему народу и получить награду которую готовил Всевышний для первого человека ту бесконечную награду о которой мы говорим сегодня нет я хочу рассмотреть еще один вопрос что значит мы ставим Тору единым целым один из аспектов этого является то что мы сегодня раскрываем Тору на себе то есть вся Тора раскрывается через нас в имени Веста Народа в общем-то это тоже заложено слово Исраэль можно прочитать как ешь есть аль нет а последний стоит Рейш буквочка Рейш она может иметь два значения слово Рейш она может рассчитаться как Рош глава и как Раш даль бедный то есть есть как бы весы еврейский народ сам решает свою судьбу либо он может подняться до максимальной величины так было время получения Тора так было время царя Соломона так было время Пурина или не дай бог опуститься до такого уровня что ни один народ не сравнится с нами я сегодня вспоминаю анекдот который я слышал когда-то в Берлине это был анекдот из старой ГДР в ГДР была такая машина называлась Трабант старая машина узкая которая служила поводом шуток для западных немцев сами ГДР они комплексовали повод этой машины и тоже я сказал анекдоты так вот одна немецкая шутка звучала так сколько евреев может лезть в Трабант ну понятно любой человек скажет 4 ответ неправильно 24 4 на сиденье 20 в Пепельницу да то есть евреи когда приняты Торн принесли все либо подняться и быть выше всех как я сказал это было во время царя Соломона это было в Пуре это было во время получения Торы либо не дай Бог дойти до самого низкого до пепла все зависит от нас но даже в этом раскрывается величие еврейского народа опять таки одна маленькая история из того периода один из немецких священников в Бенхонслагере когда в него попали румынские евреи известно что немцы уничтожили несколько миллионов румынских евреев за не знаю за две недели за очень короткое время и вот он видел как приобретали шевел на их и их ведут на сражение в конце концов в каком-то день он схватился за голову подбежал в комнату схватил крест он мало выставил этого не может быть это божественный народ такого не может быть то есть даже в этом он увидел проявление божественности мы связаны с Торой Вединой навсегда казаться этого невозможно либо мы поднимаемся либо мы опускаемся связь Торой проявляется еще в одной вещи у нас сегодня в руках и сумасшедший инструмент а именно сама Тора мудрецы в Торе говорят мудрецы в Мишнефр-Кемот говорят энхруты ла Тора настоящая свобода это Тора те кто не очень понимают славу мудрецов честно говоря воспринимают их очень очень скептично что значит нет свободы только Тора что это значит Тора предписывает каждое движение человеку да на самом деле самый грамотный то есть грамотный человек он знает что нет ни одного свободного движения все они предписаны Торой Пасук говорит стих говорит про царя Соломона выгаджало хохмали шлому мудрость ограничила царя Соломона так написано в Пасуке извините я неправильно сказал в Пасуке написано что мудрость Соломона была как песок моря спрашивают мудрость что это за сравнение как эта мудрость разница с песком объясняет мудрецы точно так же как песок является границей моря так же гадралу хохмали шлому мудрость ограничила Соломона имею ввиду то что я сказал что на самом деле чем больше человек поднимается в Торой чем больше он постигает мудрость тем больше он понимает значение каждой секундочки каждого движения тем более он чувствует себя ограниченным обязанным выполнять именно то что он должен выполнять если мы уже сказали что время имеет свое значение каждый день имеет свое значение на самом деле грамотные люди знают что и каждая секунда имеет свое значение и грамотные большие люди они знают что лучше что необходимо делать каждую секунду Соломона был из таких а если так то что это за свобода такая это что игра что ли на самом деле это абсолютно правильное высказывание человек свободный человек он делает то что он хочет если любой еврей сядет один и подумает что же на самом деле я хочу что самое какое у меня самое-самое-самое заветное желание что мне больше всего хочется в этой жизни то он обнаружит что самое-самое-самое-самое заветное желание это чтобы он был самым-самым хорошим и чтобы весь мир был самым хорошим чтобы все было правильно чтобы все было так как должно быть мы это знаем даже о нелигиозных евреях да мы знаем сколько евреев делали революции мы знаем сколько евреев погибло в гражданских войнах во безправедливости да люди которые к сожалению не знали где находится правда они искали в других местах но это чувство поиска правды это чувство необходимости желания сделать мир правильным оно в евреев заложено как Торан дает нам эту возможность в первую очередь Торан говорит что такое хорошо и что такое плохо да кровь и сына не нужны к отцу нам отец сказал что такое хорошо и что такое плохо это гораздо более глубокая вещь как мы уже сказали Торан является корнем творения мы же сказали что первое что при получении Тора евреи поднялись до уровня человека до греха то есть выше ангела смерти и так вот это говорят на сахар шаббат что даже ангел смерти дал Мой Шарабейну подарок то есть Мой Шарабейн был выше его а это значит что он не властен Моранов рассказывает что не только в тот период это было возможно Мора говорит про Давида Мелоха и про Рогу Рога это один из мудрецов Салмуда которые учили Тору беспрерывно и ангел смерть не мог с ним исправиться в обоих случаях он сделал какие-то хитрости для того чтобы если кризис в эту секунду их мог поймать то есть на самом деле если человек он постоянно связан с Тору он бессмертен ну понятно что от нас тяжел требует такого уровня тем не менее известна фраза что даже немножко света оно изгоняет много тьмы когда евреи ущут Тору то с ней соединяется и поднимается выше ангела смерти даже когда мы пристаем ущут Тору то свет с нами остается мы гораздо более четко воспринимаем мир мы гораздо более четко воспринимаем эти вещи мы становимся гораздо более правильными то есть Тору дает нам возможность жить правильно еще раз не только знания что такое хорошо что такое плохо но и силы духовные силы для того чтобы соблюдать Тору в самом деле чем мы дальше уходим тем повеление становится слабее про наше поколение говорят мудрецы что это ихутадамашиха это пятка машиха пятка это место которое дальше всего донат мозга это 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 с одной стороны с другой стороны мы по-прежнему владеем Торой по-прежнему мы можем присоединиться к жизни в самом деле жизнь что такое жизнь жизнь это проявление своего духовного потенциала да мудрецы говорят что это подобно источнику живой воды то есть когда человек жив его духовный потенциал проявляется поэтому мудрецы говорят что злодеи бедные бездетные слепые подобны мертвым все эти четыре вида недостатков они ограничивают человека да простое понимание злодей злодей у него практически нет свободы выбора кто он проявляет и сразу да дурное побуждение это тот же ангел что и ангел смерти то есть на самом деле уже при жизни человек он не проявляет своего духовного потенциала то есть он как мертвый ангел у него нет выбора ангел он только выполняет задачу Всевышнего в том числе и ангел смерти у него нет выбора Всевышнего приказа то он выполняет соответственно те кто его слушают они теряют человеческий облик правда мы этого не замечаем наши лодаха не будут такими же людьми но на самом деле они являются обычным экспонатом в этом мире который не имеет своего выбора да и точно так же как животные птицы растения выполняет запрограммированную задачу без какого-то изменения поэтому злодеи называются мертвыми да в меньшей степени человек который у него нет детей так как дети не раскрывают потенциал отца они продолжают делаться да человек который без детей он не может раскрыться до конца он тоже называется в какой-то степени мертвым человек который беден и у него нет особых возможностей правда он очень неограничен он должен заниматься весь день только заработками и соответственно он не может раскрыть свой доходный потенциал он связан он тоже сравнится с мертвым четвертый это слепой тоже понятно да он тоже очень-очень ограничен и не может себя раскрыть так вот в отличие от этого те кто связаны с Тором они предобретают жизнь то есть Тора он дает возможность он дает возможность себя раскрыть то есть сможет себя раскрыть свой духовный истинный духовный потенциал поэтому Тора называется деревом жизни кстати говоря если мы уже это затронули мы уже вспомним интересную вещь да написано в Торе что когда Яков должен приобрести первородство Иса он сказал ему такую фразу вот я иду умирать зачем мне нужно первородство мы уже сказали первородство это тот духовный потенциал который должен был быть раскрыт который должен был придержать двум братьям Якову и Исаии чтобы исправить весь мир да Иса сказал очень четко я иду умирать я не собираюсь открывать этот духовный потенциал значит зачем мне первородство зачем мне нужен если я иду умирать если я собираюсь слушать Иосиф Ра если я собираюсь жить жить по своим вожделениями. Зачем мне нужно природство? Он совершенно лишний для меня. Он совершенно не нужен. Сегодня на самом деле это особенно актуально. Если мы задумаемся, то весь мир он течет в определенной струе. Если мы посмотрим по сторонам, то весь мир он направлен в одну сторону. Духовная смерть. Весь мир призывает нас к удовольствиям. Весь мир призывает нас к выходу из духовных рамок. Весь мир призывает нас просто умиреть. Оставь все и делай то, что тебе хочется. А на самом деле делай то, что говорит тебе ангел смерти. Ребенка этому воспитывают с детства. Детей с детства приучают быть наглыми. Они говорят, что это без комплексов, правильно? Детей Агмара говорит, что человек, который стесняется, он не так быстро грешит. Они приучают детей быть наглыми, чтобы можно было быстро согрешить. Детей приучают к получению удовольствия. Сегодня самая популярная фраза это магиллах. Тебе положено. Совершенно непонятно, что вдруг не положено. Да? Об этом не спрашивают. То есть человек сегодня с детства со всех сторон приучают к одному. Уйти с правильного пути и умереть. Духовно имею в виду. Вот. Тора это именно то, что дает нам возможность выжить. То, что дает нам возможность проявить себя, остаться для каждого еврея есть своя задача в этом мире. Рамбам говорит, что помилоседую к нам Всевышнего, он дал нам туру до каждого уровня. То есть на самом деле есть люди, которые не очень способны. Да? У них есть пятикнижия. Есть Мишна. Есть Гмара. Те, кто более способны могут учить Аллаху. Для всех каждый может найти в Торе именно то, что его интересует на свой уровень. Поэтому сегодня не может быть отговорки, что я не учу Тору, потому что мне не подходит. Всем подходит. Я хотел заметить только одну маленькую вещь. Что такое Тора? Тора переводится от корня Гора А, указания к действию. Не очень известно, но это совершенно просто приводят все законодатели, что Тора предназначена быть руководством к действию. Соответственно, учить Тору тоже нужно так. Мраф, Масахат Кедушина рассказывает о том, чтобы мудрецы собрались и решили, и обсуждали такой вопрос. Что важнее? Тора или Масе? Учеба Тора или поступки? Что важнее? написано, что Нимну и Гомру они решили все вместе. Что годой Талмутура Швейная Масе. То есть учеба Тора наверняка тем, что она приводит к действию. Часть о том мы сегодня сказали, что для того, чтобы быть хорошим евреем, для того, чтобы была возможность выполнять волю Всевышнего, но учить Тору только она освобождает нас от власти Ангела Смерти, от власти дурного побуждения. Второй спектр более простой, что Тора должна приводить действие, то есть человек, который учит Тору, он должен знать, как ее выполнять. И учить нужно того, чтобы ее выполнять. Спрашивают вопрос люди, которые изучают Кабалу, которые изучают глубокие вещи. Какое тут есть выполнение? На ответ есть несколько ответов. Первый ответ написал Рафхайм Виталь, что после глубокого изучения Кабалы мы знаем правильное намерение и настоящие Кабалисты при каждой митцве они знают, что нужно при этом думать. Это очень глубокая мысленная работа, кроме выполнения митцвот. И это есть та часть, которую нужно выполнять при изучении Кабалы. Есть второй ответ, потому что многие догадатели из них, между брура, приводят, что даже большие Кабалисты, когда выполняют митцву, не имеют ввиду каких-то глубоких мыслей, а имеют ввиду простые вещи, которые знает каждый еврей, а именно, что выполняют митцву, потому что Всевышний приказал, если человек грамотный, то узнает, в каком послуге это написано. Вот это достаточно. И чего же тогда изучают Кабалу? Кабалу изучают для того, чтобы этим раскрыть славу Всевышнего. Совершенно не тема сегодняшнего разговора. Просто хотел сказать, что нет такого понятия, как учить Тору просто так. Тору всегда учат для того, чтобы выполнять. И в Салимск-Халтан-Муде написано, что тот, кто учит Тору не для того, чтобы выполнять, то лучше бы ему было не рождаться. Еще один маленький аспект. Что же делать женщине? На самом деле, женщина тоже обязана учить Тору. Женщина должна знать овохот, законы, которые она должна выполнять. Иногда женщина должна знать законы, которые выполняют не только она, но и ее муж, и ее дети. Зависит от семьи. То есть женщина есть много Тору, за которым должна учить. Тем не менее, гмара спросит вопрос в Масаха Цота. Откуда женщина может получить заслугу Торы? Отвечает гмара, что женщины отправляют своих мужей учить Тору и детей учить Тору. Видим из этой Гмаре очень важная вещь, что женщине есть особая роль в изучении Тору. Это помочь мужу, помочь детям. Иногда это за счет собственной учебы. Женщина должна относиться к своей сдаче очень мысленно, то есть она должна обдумывать каждый поступок в этом отношении. Я не так давно слышал историю, что к одной женщине позвонили женщины из говорящей общины просили дать лекции в Шивот но еще вот дать лекцию для женщин. Она сказала не могу у меня муж учиться ночью так принято в рейском народе принято ночью в Шивот учиться. Она говорит я не могу у меня муж учиться ночью. Извините, нескромно просто, а у вас есть бабиситер? Нет, мы же тоже хотим получить Тору, у нас нужна посидят дома, мы получим Тору. Понимаете, не совсем правильный подход. Женщина должна изначально искать себе шедуху, мужчину, который будет учить Тору, потому что это ее главная доля в Торе. Если она уже вышла замуж до того, как она поняла эту вещь, то понятно, что нужно думать, что можно делать в данной ситуации. Нужно стараться повлиять на мужа, чтобы пошел учиться, нужно стараться повлиять на детей, чтобы отправить их в учебное заведение. То есть задача женщины она в этом. Стать подспорьем для того, чтобы мужчины могли учиться. В этом ее главная задача. Итак, мы сказали, что у каждого еврея есть своя роль, есть свое место в Торе, есть свое дело в Торе, есть то, что ему подходит, то, что он может учиться. В разных Шаволот мы должны постараться получить нашу долю в Торе. Помните, мы говорили, что имя Несуэль может расшифроваться как есть Шишим Ревоути от Литура. Есть 60 тысяч, 60 десятков тысяч букв в Торе. 600 тысяч. Вот. Все каждое еврея есть своя доля в Торе. В Шаволот каждый год подает тот духовный свет, который евреи должны получить и которым он должен идти целый год. Шаволот написан в Рушанке уже говорим поднимаясь на сумасшедший духовный уровень. Я желаю нам всем, чтобы мы смогли провести этот день правильно, чтобы мы могли воспринять тот духовный свет, который нам попадет, чтобы могли нести его дальше, и чтобы мы никогда не теряли связь наоборот, укрепляли, поднимались, освобождались все больше и больше от ангелов смерти, и чтобы с Божьей помощью дождались прихода Машиха, и при этом выглядели подходящим, были на подходящем состоянии, на подходящем уровне, чтобы мы не стеснялись его прихода. С праздником!